Здравствуйте! Это Актуальное интервью для Андрея Погорелов. И мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, заместитель председателя правительства Якутии Игорь Никифоров. Игорь Германович, здравствуйте! Добрый день! Рад приветствовать вас в нашей студии. В Якутии был наибольший объем ветхого и аварийного жилья, признанным таковым до 1 января 2012 года, который необходимо было переселить. Как республика справилась с поставленной задачей? Сколько семей было переселено? Сколько домов введено в эксплуатацию? Действительно, с 2012 года началась программа. Программа финансировалась из трех источников. Федеральные источники фонд содействия реформирования ЖКХ. Это примерно составило около 13 миллиардов. Республиканские средства 15 миллиардов 500 и средства муниципальных образований 1,5 миллиарда. Еще 500 миллионов это были внебюджетные средства, которые были направлены на реализацию этой программы. Сразу скажу, что программа началась очень сложной, потому что расчетная стоимость метра квадратная была такая усредненная по Российской Федерации. Очень большая нагрузка легла на бюджет республики. Ни один регион практически не позволил себе затратить более 55% на эту программу от общего объема. Республика, взяв все обязательства, это 490 тысяч метров квадратных, это 11 тысяч семей, 30 тысяч в среднем это жителей. И скажу, что в начальном этапе 510 тысяч квадратных метров было по Иркутской области. На сегодняшний день самый крупный показатель, который выполнен, выполнен по Российской Федерации. 490 тысяч квадратных метров республика Саха-Якутия. И я думаю, что в общей программе Польской Федерации больше никто не сделает уже. Действительно, программа первая, этапы были очень сложные. И потом мы вышли на те показатели, которые должны были быть. И в 2016-2017 год уже работали согласно тех планов и требований, которые должны были быть у нас. Игорь Германович, следующий вопрос как раз таки связан с темой сложности, которые возникали в процессе реализации данной программы. Можно ли сейчас назвать те населенные пункты, районы, которые, если так можно сказать, были наиболее проблемными? И как решался этот вопрос? Как ни странно, проблемными оказались районы, которые в свое время славились строительными базами. Это проблемы мы столкнули с Серебряным баром Иринского района, в самом городе Нерингрик. Хотя мало утешительно, но тем не менее, там очень большой объем строительства. Серебряный бар практически полностью, на две трети, он снесен и вырос новый поселок. И, соответственно, перед тем, как там начиналось строительство, нужно было делать корректированный генплан, делать планирование, чтобы не было строительства пятно в пятно. Это было такое архаичное зрелище в результате. На следующий момент вырисовывается нормальный поселок. Ну, с лишним опозданием он идет. То же самое по городу Нерингре. Опоздания практически на полгода, на год шли по объектам. В принципе, связано с тем, что строительная база там не подготовлена была. И уже наращивалась она уже к концу этапа. Хочу отметить, что из всех средств, порядка 30 миллиардов, минимум полтора процента – это те подрядчики, которые работают не на территории Якутии. Так выполнено строительными предприятиями, которые работают и строят на территории республики. Но вот помимо того, что вы только что сейчас упомянули, еще какие-то сложности и трудности возникали? Конечно, сложности возникали. Не успевают нарастить свои возможности, начинают материалов, заканчивая потенциалов, строительная отрасль. Не успевают перестраиваться поставщики. Поэтому здесь, конечно, первые два года такая лихорадка была. Видно по объему, они небольшие были по освоению. Последние три года, конечно, освоение уже было прилично. Шло там по 250 тысяч, по 130 тысяч. Но в конце концов, мы же понимаем, что у нас 170 миллиардов по республике. Это по отраси строительства идет. Ясно, что строительная отрасль, это в основном связано с промышленными районами, там, где идет добыча нефти, газа. Но так или иначе, строительный комплекс на улике сильный. И на его базе, в конце концов, получилось то, что программу эту освоили. Без строительного сильного комплекса, конечно, ничего бы не получилось. Но цена подскочила бы, и качество было бы низкое. Глава республики Егор Фанасьевич Борисов поставил задачу контроля качества вводимого жилья. Вот насколько новое жилье, согласно данной программе, соответствует именно качеству и тем определенным требованиям? Качество всегда ставилось во главу угла, особенно в больших программах. То есть, никто не гнался за сроками, за метрами квадратными ввода, за освоение средств. Хотя это те приоритеты, которые выставлялись с фондом. Мы рассчитывались именно по этим показателям. Хочу на сегодняшний момент сказать, что процент, который составляет, будем так сказать, брака строительного, или замечаний, которые возникают относительно общего сложившегося, он минимальный. При этом механизмы, которые сразу закладывали, они сработали. В муниципальном образовании создавались общественные группы из тех людей, которые в этих домах должны жить. В некоторых активно работали, соответственно, там жизни не давали спокойно строителям, и там качество. Некоторые так, значит, относились поверхностно. Потом же в догонку мы начинали работать по качеству. На сегодняшний момент все замечания, которые у нас есть, они адресно доведены. По каждому объекту есть план мероприятий, есть сложные объекты, которые действительно... Судя от того, что там пару помещений в Усть-Майском районе есть, которые, скорее всего, будут семью расселять до того момента, когда проведут необходимые работы. Там не катастрофично, там не аварийно, но в присутствии ли эти все замечания установить невозможно. В целом, я уверен, что мы там... все, что будет в течение трех лет появляться, это по закону должен устранять подрядчик. Зайбутный инстрой смотреть, и будем это все устранять. Но вот Якутия уложилась в сроки, поставленные по реализации? Да, республика уложилась. Ну вот из того, что вы сейчас сказали, можно смело заявить, что нареканий со стороны населения стало гораздо меньше, то есть связанных с качеством короткие жилья. Конечно, замечания будут. 490 тысяч метров квадратные, конечно, где-то кто-то взял некачественно, где-то поспешили. Где-то, значит, условия эксплуатации там помешали. И говорить о том, что мы, значит, не ожидали, что будут замечания, это, конечно, говорит, неправильно. Но еще повторяю, все замечания, которые поступают, они централизованы. У нас население очень активное и оперативно работает и министрой, и муниципальное образование на местах. Я не знаю ни одного случая, который доходил бы до какой-то очень серьезной точки кипения. Ну вот в 2018 году Якутия станет пилотным регионом по продолжению данной же программы, то есть по переселению, опять же, из ветхого аварийного жилья, уже признанного после 1 января 2012 года. Какой объем такого жилья сейчас в Якутии и сколько необходимо средств для реализации программы? Ну, если у нас было 490 тысяч квадратных метров, так, то сейчас 1 миллион 210 тысяч квадратных метров. Это, получается, в три раза больше, чем была предыдущая программа. И Егор Афанайович на прошлой неделе встречался с министром строительства и коммунального хозяйства Российской Федерации. И договорились о том, что единственный из регионов, который выделяет деньги на продолжение программы, это Республика Саха-Якутия, 500 миллионов. Хотя по 2018 годам определено следующее президентом Российской Федерации, что в июне месяце должны быть подготовлены механизмы, так и определенные источники. И с 2019 года уже начинает работать продолжение, идет программа. Мы же в 2018 году, Егор Афанайович доверился, что у нас будет, так и все, на базе соглашения с Минстроем, пилотное прохождение 2018 года в параметрах, которые будут предполагаться по программе 2019 года. И изменения программы и по критериям, и по группам населения, конечно, будет. И 2018 год, и Минстрой Республики Саха-Якутия готовы уже к этой работе. Предложения есть. И надеюсь, что уже в 2019 год мы будем ходить уже более подготовленные, для того, чтобы реализовывать вот ту серьезную задачу, которая перед нами стоит. Миллион двести десять тысяч квадратных метров, это серьезно. Задача действительно серьезная. А все ли регионы нашей Республики будут задействованы в данной программе? Я не знаю регионы, у которых нет ветховременного жилья. Конечно, будут задействованы все. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей степени. Последнее поведение, которое у регионов, когда решался вопрос дальше быть в фонду с Одессией Республики ЖКХ, то практически все регионы обратились, руководители о том, что этот механизм необходим. И лучше всех справился с этой задачей фонд с Одессией Республики ЖКХ. Действительно, очень четко, очень взвешено, очень профессионально. Очень во многом помогали они Республики, и методология, и, понимая, средства им помогали. Так что это очень важно, когда федеральные средства проходят через распорядители бюджетных средств, которые понимают и оценивают ситуацию правильно. Игорь Германович, ну, само собой, я так полагаю, что и арктические, и северные УЛУСы должны тоже участвовать в данной программе? Они участвуют. Дело в том, что программа, которая была с 2012 года, арктические и северные УЛУСы не все смогли подготовить документы, то есть не смогли зафиксировать, заактировать дома и признать их аварийными. И, соответственно, была подведена черта, что на 1 января 2012 года все, кто дома были признаны аварийными, они попали в список домов, на которые выделялись средства для их расселения. Кто уже там после 2012, конечно, на них средства не выделялись. Сегодня работа проведена, она проводилась последние три года, и в том числе и арктические, значит, территория практически по всем, не практически по всем пройдена работа, это жилье оформлено, соответственно, в аварийное, и будут участвовать в программе сноса. Ну, действительно, программа достаточно обширная, плодотворная, должна быть завершена. А вот до какого года должен завершиться вот этот вот пилотный, скажем так, проект? И пилотный у нас 2018 год. Он пилотный, а уже рамки поставлены, да, завершает программа? А вот когда будет наступать с 2019 года, будет идти программа. И на сегодняшний день подход такой, что программа не будет иметь там трехлетний период, и не будет иметь там четырехлетний период. Эта программа будет долгосрочной, на нее будут выделяться средства, регионы будут защищать свои программы, софинансировать, исходя из тех условий, тех требований, которые будут в новой программе. То есть срока определенных нет. Это будет долгосрочная уже программа. Игорь Германович, большое спасибо вам за участие в нашей передаче. Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью. Сегодня гость нашей студии, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Игорь Никифоров. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всех событий.